Всем огромный привет! И сегодня я буду снимать видео, которое называется «Дорого-дешево». Это очень популярное видео на YouTube, и мне очень захотелось протестировать косметику масс-маркет и люкс. И давайте приступим. Единственное, но я буду использовать одни и те же кисти, то есть я не буду делить кисти на дешевые и дорогие. Мне кажется, что в этом нет смысла. Я хочу их испытать, так скажем, при равных возможностях, потому что все-таки дешевыми кистями не так удобно наносить, не так качественно это получается. Поэтому давайте приступим. И начинается макияж я буду не с базы, как обычно все делают, а именно с дневного крема. Потому что, как правило, в обычные дни я не использую базу, я сразу наношу тональный крем, и меня это устраивает. Поэтому до этого я нанесла свой обычный увлажняющий крем «Андалу Нейчерл», с которым я пользуюсь постоянно. И мне кажется, что этот крем идеальная база для любого тонального крема. Кстати, сам крем относится именно к масс-маркету, потому что он стоит совершенно недорого. На правую часть своего лица я буду наносить дорогие средства, а на левую дешевые. Ну что, давайте поехали. В качестве дорогого крема я выбрала крем от Armani, который называется «Крема Нюда». У меня в оттенке 03 Fair Glow. Это самый дорогой тональный крем, который у меня когда-либо был. И давайте сегодня его протестируем. Все тональные кремы я буду наносить с помощью спонжика Real Techniques, вернее распределять. Сам тональный крем, в принципе, дает очень легкое покрытие, такое сияющее. И отлично подойдет именно для возрастной кожи, потому что он совершенно не подчеркивает никакие морщинки, никакие шелушения. И мне нравится, что после этого тонального крема кожа именно светится. Единственное, конечно, если у вас кожа жирная, то все-таки этот тональный крем точно не для вас. На самом деле очень сложно делить лицо. Боюсь заехать куда-нибудь не туда. Сразу видно, что кожа выровнялась, стала такой более ухоженной, холеной. Так, на одну часть я нанесла. Теперь приступаем к бюджетному крему. Кстати, для этого видео мне пришлось сходить в магазин и купить новые косметические продукты, потому что у меня не осталось на данный момент бюджетных каких-то тональных кремов. Поэтому, как я уже сказала, я пошла в магазин и долго, на самом деле, выбирала, какой тональный крем мне выбрать. И я остановилась на тональном креме от Bourjois, который называется City Radiance. У него, кстати, SPF 30, это огромное для меня имеет значение. Так, первый раз сегодня его наношу. Буквально по чуть-чуть, чтобы получилось легкое покрытие, потому что я не люблю, когда на лице огромное количество макияжа. Берем спонжик и распределяем его по всему лицу. Хочу, кстати, отметить, очень приятный запах, такой свеженький, цветочный. Кстати, очень хорошо перекрывает все. Что самое интересное, у этого тонального крема тоже такое свечение есть. Я даже разницы особо не вижу. Следующий этап, это, конечно же, консилер. Я буду скрывать свои темные круги под глазами, какие-то прыщички, несовершенства. И на правую часть своего лица, то есть где более дорогие продукты, я буду использовать свой самый любимый консилер от Aramis Beauty. Это натуральный консилер. Я буду использовать его в номере 22. В такой вот маленькой упаковочке он находится. Мне нравится, как он скрывает темные круги под глазами достаточно хорошо. Несмотря на то, что это натуральный продукт, все равно он работает на 5+. Я думаю, что уже видно разницу, такую конкретную, единственную. Он такой жирненький, поэтому его следует хорошо припудрить после того, как вы его нанесли. Потому что если не припудрить, то в течение дня, конечно, он скатается в такую вот не очень красивую полосочку. Так, а на другую часть лица я буду носить консилер от Maybelline, который называется Dream Lumetouch. Первый раз о нем слышу, никогда не пробовала его. Сейчас его выдавлю. Ношу совсем немножечко под глаза. Сейчас побольше выдавлю. Единственное, я боялась, что он будет очень темным, потому что это не самый светлый оттенок. Но, по-моему, вообще идеально подошел. И тоже распределяю его пальчиком. Мне пальчиком больше нравится работать. Этот консилер очень сильно подсветила вот эту вот область. И, мне кажется, прям видна большая разница между этой областью и этой. Нет? Или мне так кажется. И нанесу его немного на разные там прыщички, покраснения, потому что они у меня сейчас есть. Для этого я уже буду использовать свой спонжик. И, что самое интересное, он даже очень хорошо скрыл покраснение. Удивительно. И теперь наступила очередь пудры. И первое, что я буду наносить, это пудру от 100% Pure в оттенке крем. Наношу на сторону, где я использую дорогие продукты. И слегка припудриваю. Я обычно не переусердствую, просто слегка, чтобы закрепить тональный крем. Она не матирует, просто слегка закрепляет. И все равно остается такой эффект свечения на лице. И в качестве альтернативы я буду использовать пудру от Bourjois. Называется пудра Healthy Balance. Написано, что она матирует. Но, знаете, когда я ее пробовала в магазине, я не заметила какого-то явного матирования. Поэтому думаю, что она, в принципе, мне подойдет. Взяла, кстати, в оттенке. По-моему, ванила тоже называется 52. Вот такая вот пудрочка. И буквально чуть-чуть ее тоже наношу на лицо. Она очень пигментированная. Обязательно под глаза. Кстати, по эффекту. Вот я сейчас смотрю в зеркало. Мне очень понравилась пудра от Bourjois. Она намного круче смотрится на лице. Пудра от 100% Pure. Она немножечко забилась в поры. А пудра от Bourjois, она прям сгладила все поры. Смотрится кожа просто идеальной. Прикольно. И теперь приступаем к бровям. И в качестве дорогого средства я буду использовать тушь для бровей от F.C. L'Oran в номере 1. Называется... Нет названия. Но это, знаете, более темная тушь. Есть светлая, по-моему, она для блондинок больше идет. И вот эта вот коричневая. У меня сейчас микроблейдинг, поэтому я не использую карандаш, не использую тени. Я наношу всего лишь тушь. И мне этого достаточно. Мне очень нравится вот эта вот маленькая кисточка. Она очень удобная. И можно очень аккуратно все прокрасить. Потому что большой, на самом деле, не так удобно красить брови. Кстати, не очень аккуратно я сейчас накрасила. Не очень удобно все это делать в маленькое зеркало. Вот так вот выглядят бровки с тушью от F.C. L'Oran, которая называется Couture Brow. И в качестве недорогой альтернативы я буду использовать тушь от Maybelline, которая называется Brow Drama. Я никогда ее ранее не использовала. Опять же, купила только вчера. У меня в оттенке Medium Brown. И у нее уже совсем другая кисточка. Посмотрите, на конце такой вот шарик. Я не знаю, удобно это будет или нет. Сейчас проверим. Я пока пытаюсь накрасить, но почему-то у меня ничего не красится и не получается. Не знаю, в чем проблема, на самом деле. Первое впечатление не очень, потому что мне совсем неудобно наносить эту тушь. Очень мало набирается пигмента и приходится раз сто окунать ее в этот тюбик, чтобы хоть что-то осталось на бровях. Может быть, у меня такой попался, не знаю. Но более-менее вот накрасила, не знаю, видно что-нибудь или нет. Бронзера я не использую днем, поэтому сейчас в видео тоже не буду его наносить. Поэтому приступаем к румянам. И в качестве дорогих румян я буду использовать румяна от Tarte, которые называются Doll Face. Вернее, оттенок Doll Face. Почему взяла именно Tarte, а не какие-то другие? Потому что я пыталась найти какие-то аналоги. То есть, допустим, у меня есть моя любимая румяна от Tom Ford, но более дешевого аналога я не нашла. Поэтому вот то, что было, то и было. Вот такой вот цвет. Очень красивый, нежный, девчачий. Розовый. Мне кажется, он вообще многим подходит. Буду использовать кисть от Eco Tools. И будем наносить. По-моему, очень освежает. И на другую половинку своего лица я буду носить румяна от Debalm, которые называются Down Boy. Вы знаете, я покупала их достаточно давно и покупала в Барселоне, в Испании. И они там стоили очень дешево, я бы сказала. Я еще покупала по какой-то акции. Сейчас я зашла в магазин и посмотрела, сколько стоит Debalm. И я бы не сказала, что сейчас это масс-маркет. Но когда покупала их я, они действительно были по цене масс-маркета. Вот такой вот красивый тоже нежный розовый оттенок. Они очень пигментированы, поэтому с ними нужно быть осторожнее. И, кстати, оттенок очень похож. Следующий я буду использовать хайлайтер. И первое средство называется LA Light от Smashbox. Это кремовый хайлайтер. Просто вот так его буду наносить. И далее распределять буду спонжиком. Такое вот получилось свечение. И на другую часть своего лица я буду носить хайлайтер от Sleek. Их тут целых четыре. Я буду использовать вот этот. Он очень похож на хайлайтер от Smashbox. Сначала нанесу его пальчиком. А потом буду тоже распределять спонжиком. Его распределять намного сложнее. Почему-то какими-то кусочками ложится. По эффекту мне больше нравится хайлайтер от Smashbox. Он более такой деликатный. Теперь приступаем к макияжу глаз. И на ту часть лица, где я использую более дорогие продукты, люксово, я буду наносить праймер от Urban Decay, который называется Eyeshadow Primer Potion. У меня в оттенке Sine. То есть это не прозрачный праймер, а такой, знаете, розоватенький. И часто я их использую как полноценные тени. Наношу я их именно пальчиком, потому что, так на самом деле, намного удобнее. Порошенечко распределяю. Уявляется очень красивое такое свечение. Также в уголок глаза взять наношу во внутренний. И на другую часть своего лица я буду наносить сразу же тени. Но я их часто использую как базу. Это тени от NYX, которые называются Jumbo Eye Pencil в номере 611 Yogurt. Чем-то они похожи, эти цвета. Конечно, они не идентичны, но все же, это единственное, что я нашла более-менее похожее. И опять все распределяю пальчиком. Тоже в уголок глаза обязательно. Нет, конечно, такого свечения классного, но оттенки на самом деле похожи. Если не приглядываться, то я думаю, что никто особо и не заметит. Тут я немножечко уберу, чтобы разницы особо большой не было. Вот как-то так. Далее присыпаем к теням. В качестве дорогих теней я буду использовать палетку теней от Urban Decay Naked 3. Я очень люблю эту палетку, достаточно часто ей пользуюсь. Используюсь я буду тени, которые называются Born Out. Очень красивый розовый цвет. И наношу его на все подвижное веко. Очень удачный на самом деле оттенок розовый, потому что многие боятся использовать розовые тени, потому что они придают усталость глазам, заплаканность, но данный оттенок совершенно ничего подобного не делает. И слегка выделю складку более темным оттенком. Всем немножечко, хотя уже теней я нанесу на нижнее веко. А на другой веко я буду наносить тени из палетки Sleek, которая называется The Original 594. Есть очень похожий цвет, ну, по крайней мере, мне так кажется, вот этот вот розоватый. Сейчас посмотрим, так это или не так. Забыла сказать, потому что я предварительно очистила кисть, чтобы не смешивать цвета. К сожалению, эти тени чуть-чуть светлее. Что же теперь делать? Ради эксперимента буду ходить так. Тени очень хорошо наносятся, на самом деле разницы особо я не заметила. Между Naked 3 и палеткой Sleek единственное, в самой палетке они пылят. Это единственный минус. И в качестве, опять же, такой недорогой альтернативы в складку века я буду использовать палетку теней от The Balm, которая называется Meet Made Nude. И буду смешивать два цвета. Такой вот лососёвый, я бы, наверное, его назвала, и такой вот тёплый коричневый. И наносим складку века. И немножечко добавляем тех же цветов на нижнее века. Я не буду затенять уголки глаз, потому что всё-таки это дневной макияж, не вечерний, и я не хочу делать смоки. Хочу что-то очень такое лёгкое, дневное. Очень такие красивые, нежные цвета на весну. Просто вообще отличный вариант. И теперь приступаем к подводкам. И первая подводка у меня будет от Sensai. Это достаточно дорогая подводка в тёмно-коричневом цвете. Очень удобный, тонкий такой носик, удобная кисточка. И точно такая же удобная кисточка есть у моей самой любимой подводки от Physicians Formula. Она тоже у меня в тёмно-коричневом цвете. Но сначала будем рисовать именно подводкой от Sensai. Начинаем рисовать стрелочку от середины века. На самом деле очень сложно рисовать стрелку на камеру. Я ещё не привыкла. И она какая-то у меня не совсем ровненькая получилась. На второй глаз я буду использовать подводку от Physicians Formula, но для этого нужно её очень хорошо потрясти. И проделываем ровно то же самое. Наши стрелочки готовы. Вот так вот они выглядят. Теперь приступаем к туши. И первая тушь, которая идёт в ход, у меня от Smashbox, которая называется Full Exposure. Она у меня чёрная. И это дорогая тушь, как вы уже поняли. У меня очень короткие ресницы. Их мало, ну как мне кажется. Поэтому я практически не жду чудес от туши, потому что, ну не знаю, какая тушь создаст огромное количество ресниц и удлинит их. Поэтому мне главное, чтобы хотя бы они не слипались и не выглядели паучьими лапками. Это для меня задача номер один, найти такую тушь. Вообще у меня у фаворитов тушь от Chanel и тушь от Giorgio Armani. Вот мне очень нравятся их туши. Теперь я наношу второй слой. И вторая тушь у меня будет от L'Oreal. Мне очень многие советовали эту тушь. Я давно не покупала бюджетные туши, поэтому я надеюсь, очень надеюсь, что она мне понравится. Называется, по-моему, эффект бабочки. Как-то так, либо крылья бабочки. У неё очень интересная кисточка силиконовая. Я даже не знаю, как её использовать. С какой стороны, как подойти вообще к ней. Ладно, давайте вот так буду. Очень непривычно. Прям очень-очень. Настолько необычная тушь, что я еле-еле её нанесла. Ну что, теперь глаза мои готовы. Что касается туши, то, как ни странно, вот с этой тушью получились ресницы более объёмные. Не скажу, что они стали длиннее, но они стали такие вот именно объёмные. Ну что, теперь приступаем к губам. Я выбрала две помадки. Первая помада у меня от MAC, и вторая помадка у меня Rimmel. И представляете, когда я их достала и начала сравнивать, я была, на самом деле, очень удивлена, что они очень похожи. Практически одинаковые цвета. Такие вот яркая фуксия. Не знаю, получится мне нанести помаду без кисточки. Сейчас посмотрим. Может быть, так оставить? По-моему, очень классно смотрится, да? И теперь наносим помадку от Rimmel. Они одинаковые. У них совершенно одинаковый оттенок. Единственная помадка от Rimmel более увлажняющая и такая вот она с глянцевым эффектом. Сейчас я особых различий не вижу. То есть я смотрю на себя в зеркало, и мне кажется, что я использовала совершенно одинаковые продукты. Я не знаю, как будет дальше. Поэтому я обязательно к вам потом вернусь вечером. Ну что же, вечер прошел целый день. Я совершенно ничего не делала с макияжем. Я не использовала матирующие салфетки. Я не использовала пудру. Вот как оно есть, так и есть. Целый день проходила с этим макияжем. И знаете, что могу сказать? Я не заметила совсем никакой разницы. Эта часть была с дорогими средствами. Эта была с дешевыми. И как видите, разницы совершенно нет. Лицо влесит совершенно одинаково. Что касается румян, то мне кажется, что все-таки румяновый балл продержались немножечко дольше. И вот они смотрятся как-то поярче сейчас на моем лице. Возможно, я чуть больше их нанесла, чем тарт. Но вот сейчас то, что вижу, то и говорю. Что касается бровей, то ничего у меня не сошло. Все осталось на месте. Что касается туши, то чуточку осыпалась и та, и другая тушь. Но мне кажется, это не критично. И что самое интересное, не скатался ни один консилиер. Поэтому наш эксперимент показал, что нет особой разницы между дорогой и дешевой косметикой. Скорее всего, разница именно в составе, каких-то ухаживающих компонентах. Но внешне вы никогда в жизни не узнаете, какой на вашей подруге, на какой-нибудь знакомый тональный крем. Дешевый, либо дорогой. А что касается помад, тоже особой разницы не заметила. После первого перекуса цвет у меня сошел. Вернее, не до конца. Но я стерла, потому что мне не понравился эффект. Тогда, в принципе, разницы тоже никакой нет. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока, до скорой встречи!